В Шадринском государственном педагогическом университете торжественно отметили День науки. В этот день, 8 февраля, были озвучены имена преподавателей студентов, проявивших себя в научно-исследовательской деятельности по итогам прошедшего 2022 года. Ежегодно увеличивается число студентов, участников внешних научных конкурсов и олимпиад. Среди студентов ШГПУ в прошлом году было три призера Всероссийской олимпиады студентов, девять полуфиналистов Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования студенты». В финал конкурса вышла студентка Ирина Ефремова. Студенты факультета информатики, математики и естественных наук вместе с руководителем Анной Суворовой заняли третье место во Всероссийской студенческой олимпиаде по географии в городе Москве. Александра Михайлова заняла первое место в 29-й международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых Ломоносов на базе Московского государственного университета имени Ломоносова. Александра Монакова заняла первое место в региональном чемпионате по профессиональному мастерству «Обилимпикс-2022». Важным для меня аспектом является научная деятельность. Я являюсь участником научных конференций различных уровней. Это наш вузовский уровень и также это всероссийский и международный уровень, где я выступаю с такими темами, как формирование коммуникативных умений у младших школьников. Это одна из основных тем. Также я пишу научные статьи. У меня даже есть ваковская статья, которая очень огромную роль для меня сыграла, вот как раз для победы в этом конкурсе. В 2022-23 учебном году среди магистрантов в направлении наука определен новый получатель гранта Данил Дедюхин. Данил – магистрант-заочник и в настоящее время живет и работает в Казахстане, рассказывает его научный руководитель Екатерина Попова. Даня пришел и сказал, что я хочу заниматься научно-исследовательской деятельностью, что мне для этого надо? Я говорю, хорошо, я тогда вас беру на поруки, мы с вами пишем статьи. Он говорит, я не умею этого делать, я говорю, научу. То есть попробовали, первая статья у нас, конечно, кома была, показала, разъяснила. Следующая статья он мне писал, то, что его интересует, по каким проблемам. То есть мы раз по экономике пишем, значит, экономические проблемы рассматривались. И, соответственно, он смотрел в журналах, смотрел, что пишут по этой, допустим, тематике. И затем сам свои мысли выражал, и мы совместно, я уже там корректировала, писали статьи. У нас ВАКовские статьи, у него шесть ВАКовских статей, и Ринцевский участвовал в конференциях. И, соответственно, статьи у него тоже побеждали в конкурсах на лучшую научную статью. Мы участвовали в грантах, у нами уже написано три гранта по научно-исследовательской работе. Он занимается, написаем ВАКовские статьи совместно со мной, получается, Ринцевские статьи, участвует в конференциях и различных конкурсах и олимпиадах по научной деятельности. И, получается, в этом году он выиграл президентский грант стипендиальный на 25 тысяч рублей. То есть целый год он будет получать за такие заслуги 25 тысяч рублей плюсом к повышенной стипендии. Научная деятельность для студента, для молодого ученого предоставляет огромные возможности проявить себя, проявить себя в том или ином исследовании, в открытии. И Шадринский государственный педагогический университет предлагает разнообразные возможности. И вот сегодняшний день, традиционный день науки, когда мы чествуем своих ученых. В том числе подчеркиваем участие наших молодых бакалавров, магистрантов, аспирантов. Ну и, конечно же, главные номинации года – это ученые-кандидаты наук, доктора наук, ведущие кафедры университета и преподаватели, которые активно занимаются научно-исследовательской деятельностью, в том числе организовывают эту деятельность со студентами. Торжественное празднование Дня науки в ШГПУ наглядно доказало, что реализовывать себя в научной деятельности сегодня может каждый студент университета, поскольку для этого есть все возможности. Возможности колоссальные. Сегодня мы как раз таки акцентировали внимание на то, что у нас есть стипендиаты президента Российской Федерации, правительства Российской Федерации, получатели грантов президента Российской Федерации, получатели стипендий губернатора Курганской области. Это как раз таки те стипендии, которые даются студенту за научные достижения, за их активную деятельность. Уже много лет Шадринский государственный педагогический университет обучает не только зарубежных студентов, но и служит базой повышения квалификаций для преподавателей, в том числе и иностранных вузов. Я приехал из Узбекистана. Я работаю в государственном педагогическом институте города Термеза. Мы составили с этим университетом меморандум. Мы приехали сюда на стажировку, а сегодня такой праздник. Преподаватели, профессор состава Шадринского государственного педагогического университета должны связаться с тесным образом, потому что мы должны обменяться опытами, потому что мы, преподаватели русского языка, мы распространяем и обучаем русский язык в нерусскоязычном населении. По-моему, это на практике, это нам очень поможет. Я рад, что здесь практикую и стажирую, и еще сегодняшний такой праздник, праздник науки. Сделать День науки в ШГПУ настоящим праздником помогли выступления артистов, вокальной группы университета под руководством Инны Москвиной и народный коллектив современной хореографии ШГПУ, руководит которым Людмила Попова.